Приветствую вас! Если честно, я бы ответил на ваш вопрос немножечко иначе, чем эксперты, хотя и, в общем, наверное, соблюдаю все-таки определенную последовательность. То есть я соглашаюсь с тем экспертом, который ответил вам первым, и соглашаюсь с тем, кто ответил вам с Борисом Ликифоровым, так как вот именно они ответили наиболее близко к сути, на мой взгляд. Ситуация заключается в том, что действительно, если вас тянет, притягивает что-то вот в таких людях, которые именно влюбляетесь вы, таких людей, которые обладают определенными зависимостями, то это значит, что эти зависимости вам для чего-то нужны. С одной стороны, человек такого типа, вроде бы сильный, вроде бы мужественный, вроде бы способен вас защитить, если я правильно понял, и так далее. Но с другой стороны, такой человек, он ведь вам самой хорошего не все, ничего абсолютно, и вы это понимаете. Но тем не менее, именно к нему вас продолжает тянуть. Вникает совершенно логичный вопрос. Почему? И ответ такой. Первое. Либо вы что-то в этом человеке ищите для себя. То есть, вероятно, его, вероятно, политика агрессора, политика и поведение агрессивного человека, она, видимо, для вас компенсируется вот этим вот, знаете, она для вас компенсируется вот этим вот фактом зависимости. То есть, факт зависимости купирует то, что он агрессор. Именно факт зависимости купирует это. Либо таков был ваш первоначальный, первичный, если угодно, образ мужчины. И этот самый первичный образ мужчины вас до сих пор преследует. И вот, то, что он вас преследует, этот образ, первичный образ, то есть, грубо говоря, анимус. То, знаете, у каждого человека есть первичный образ мужской и первичный образ женский. Так вот, у вас образ, первичный мужской образ, анимус, определенно превалирует над всем остальным. И влюбляетесь вы именно в того, кто соответствует этому образу. Ну и, соответственно, этот образ необходимо вам осознать. И говоря осознать, я здесь употребляю это слово именно в понимании того, что вам нужно увидеть этот образ, увидеть его, прочувствовать его, как бы определить, что он действительно, этот образ у вас есть, и он действительно влияет на то, как вы выстраиваете свои отношения с мужчинами и так далее. Когда вы его увидите, когда и если вы его увидите, то проблем у вас тут же будет гораздо меньше. По моему мнению. Вы сможете это регулировать, вы сможете это прорабатывать, вы сможете это осознавать, что нужно, чего вы хотите, какой вам рядом мужчина нужен и так далее, и так далее, и так далее. Все это определяется разбором ваших желаний и потребностных характеристик мужчин. Далее, по поводу вашего настоящего мужа, которым вы встречаетесь 9 лет. Тут ситуация такая. Вы обожглись один раз. Даже не один, а несколько раз обожгли. Ну, обожгли довольно сильно, если я правильно вас понял. Обожгли сильно. И больше не захотели. Выбрали себе тихого, такого, знаете, спокойного, да, домашнего мужчину. И вроде бы все вас устраивало. Вроде бы все хорошо, вроде бы все правильно, все понятно, все как бы идет своим чередом, но есть одна проблема. Дело в том, это то, что вам необходимо осознать. Дело все в том, что качества человека способны быть как положительными, так и отрицательными. И в данном случае, в данном случае, ваши качества, которые вы выбрали, качества вашего мужчины, сыграли с вами немного злую шутку. То есть, если говорить именно об этом, о качествах, нужно понимать, что вы хотели себе мягкого, мягкого, спокойного и тихого мужчину, и в итоге вы, по сути, и получили самого мужчину, как право хотели. Тихого и спокойного. Только вы надеялись, что это будет идеальный мужчина, что происходит в вас, если я правильно понял, который не только будет тихим и спокойным, но и который будет вас защищать, который будет вам помогать, то есть, который будет, по сути, выполнять ту же самую роль, что и должен выполнять тот, в которого вы влюблялись, да, в тот, который становился объектом вашей любви. только без всех вот этих вот негативных моментов, которые были в вашем случае. Ну, в первом случае. То есть, получается некий такой идеал, некое такое идеальное стремление, стремление к идеальному мужчине, я бы так сказал. Ну, и здесь можно вам только сказать, что идеальных людей не бывает. И нужно сказать, что ваше желание, которое вы пытаетесь подавить, от, на мой взгляд, неправильного понимания их, от, на мой взгляд, неверного понимания их, я имею в виду, неверного понимания ваших желаний изначально. Вот именно от этого и происходят все проблемы у вас. И по моему мнению, по моему мнению, то, что вам нужно сделать, объективно, это прорабатывать анимус, анимуса, то есть, привычный образ мужского поведения, вырабатывать критерии реального мужчины, который вам нужен, разбирать для чего вам зависимый мужчина, потому что зависимый выбор зависимого мужчины для себя, это всегда потребностная, как бы, потребностная, ну, сфера, потребностная особенность. И вам необходимо, вот, собственно, с этим моментом разобраться. Что заставляет вас выбирать такого мужчину? Что заставляет вас выбирать мужчину, у которого есть зависимость? Может быть, подспудно вы так себя защищаете, может быть, подспудно вам хочется, чтобы у человека была зависимость для того, чтобы этот человек был слаб, и вы как-то уравнивались бы с ним в силе. Но это тогда получается у вас есть страх, страх того, что мужчина, воспользовавшись своей силой, как-то вас будет принудить. Понимаете? И получается, что при выборе партнера для отношений вы руководствуетесь не симпатией, даже не любовью, как таковой, а руководствуетесь вы именно тем, что боитесь. Ну и совершенно очевидно, что подобное не является чем-то хорошим для вас. Совершенно очевидно, что подобное является скорее негативным, чем позитивным для вас. И тогда это и нужно вам прорабатывать. Это и нужно с вами разбирать. Это вопрос для личных консультаций, это вопрос для личного разбора. Так отвечая на отдельный вопрос, отдельным ответом вашу проблему не решить. И слишком много переменных, которые нужно уточнять. По сути, нужно делать анализ ваших детских родительских отношений, по сути, нужно делать анализ всех отношений с мужчинами до текущего мужа. Ну а что касается текущего мужа, то нельзя действительно прибывать от человека того, что он вам не может дать. Нельзя пристребовать от человека того, что вне его возможности. По сути, человек хорош, просто вам необходимо осознать и принять для себя то, как работают в положительной и отрицательной стороны человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи.